Сколько ты используешь геля в своей жизни? Много! Мы сегодня говорим о моде, поэтому вы, к сожалению, нам не подходите. Привет, друзья! На календаре 17 мая. Такой нормальный, практически летний денек у нас в Сибири. Здесь шарашит снег, поэтому я выгляжу как бомж. Немного щурец от того, что он летит мне в глаза. Дососал с балкона пуховик, который уже успел спрятать. Капюшон, а два шарф. В общем, умотался, дабы не замерзнуть. Так что, друзья, это ради вас. Приятного всем просмотра. Ставим лайки, колокольчики, все эти блогерские дела. Подписки обязательно распространяйте на видео в социальных сетях. Иначе у меня отмерзет рука, и я так и помру, не набрав даже 3000 подписчиков. Сегодня мы в царстве Геля и Мужчин в стразах. Мы на клубке по бальным танцам. Я тоже не ударил грязь и зон, поставил себе телочку на Гель. Буду за своего. Через такие вот испытания приходится приходить к мужикам, чтобы быть красивыми на паркете. На самом деле ему нравится. Не накрашенный, в смысле, не снимаешься? Сколько ты используешь геля в своей жизни? Много. Больше, больше, чем она складывается впечатление. Я уже не больница. Тебе нравятся на гельные парни? Нет. Не на гейные, а на гельные. Потому что я заметил, у тебя очень странная пигментация, у тебя лицо темнее, чем грудь. Почему? Мы специально красимся, чтобы на паркете смотреться более... По горячее? Да, по горячее. Я нашел человека, который не любит прически гелевые. Это самые серьезные люди на сегодня. Друзья, сейчас здесь включили пасадобус. Я реально подумал, что выйдет Коля, она всех разорвет. Мне еще бы такого не было. Какие общего танцоров травы могут быть? Лак попал в глаза, я не знаю, да. В основном ноги сбивают, дедушка. И что, помогаешь? Обработка раны. Я смотрю, у тебя из всех лекарств только пластырь есть, да, в принципе? Все, что много есть. Пластырь и влажные салфетки. Окей. Сегодня мы выбрались в центр города, надев самые модные шмотки. Да, у меня их немного. Решили поговорить об уличной моде. Ты куда, что снимаешь там? Круто-круто. Вот, посмотрите, ты модная, как ты думаешь? Да, да, да. Или у тебя просто порвались джинсы последние? Как говорят мои учителя, я шла и упала, и я вообще бомж. Ты знаешь, как отличить, например, бомжа от хипстера? От бомжа воняет, а от него нет. Все очень просто. А издалека? Ну, бомж похож на алкоголика, а хипстер не очень. А совсем издалека? Ну, значит, никак. Мы сегодня говорим о моде, поэтому вы, к сожалению, нам не подходите. Ребята, здрасте. Как вы думаете, вы модные чуваки? Думаю, что да. Ну, а какая самая модная вещь на тебе? Спортивная. Какая из них спортивная? Олимпийка. Олимпийка – это модно. А твой друг, он как бы не модный, он без Олимпийки. Тебе вообще не стремно с ним сидеть рядом? Нет. Чёрная сетка крупная, под пупок. Рваные джинсы. Чем дырки лут больше, тем лучше. Ты сейчас бомжа кого-то описываешь? Нет. Я сейчас моду описываю. И какую-нибудь кожанку. Ты слушай, у тебя есть кожанка, где все остальное. Либо ты прячешь сетку, и не показываешь. К моду не придерживаюсь. Ты реально самый модный? Да. Что это за кулон у тебя такой? Мне мама купила его по сайту, сказала. По сайту, мать экономит на тебе, заказывает вещи в интернете. Ты можешь любить ее чуть меньше теперь. Все, давай, пока. Друзья, мы только что, мы только что общались с людьми о моде. И нам сказали, что модный тот, кто носит сеточку выше пояса. Это ты. Ты в тренде. Ты вязаешь про это? Нет, не знаю. Сеточка выше пояса. Это модно. Это модно. Мы нашли самого модного кемеровчанина. Это прям high top level. Смотри, мы выяснили у девчонок там, что вот такие сеточки, это же сеточка. Она должна быть чуть выше пояса. Да. У тебя все правильно? Да, все верно. Покажи. Ну, немножко. Вот. Вот она. А ты модный, как ты думаешь? Нет. Но честный. Да. У нее не просто кожаные брюки, они у нее еще и порваты на коленях. А под ними сеточка, е-мое. Все как бы. Ты реально очень ультрамодная. Но. Не знаю. Но только снизу, сверху прям свитер нет. Еще на китайском рынке, короче, закупаешь. Это нормально. Тебе там скидки делают? Ну, как бы своим. Ну, про это и была шутка. Я азиат. У меня много крови на самом деле. А, а что раньше? Я. Давай ему угадаем. Я скриптонит. Давай, смепачку утренную сандру этой сучки. Че, они тут возьмели себе? Ламбада. Слушай, мы собираем твою национальность. Давай. Три вопроса буквально. Первое. Можешь ли ты скакать на лошади? Нормально? Не монгол. Скажи, надо подешевле. Надо подешевле. Ти-то езов. Мы тебя вычислили. Все? Да. Мы говорим об уличной моде. Вы очень модно одеты. Прям по фэшн. Все как нужно. И бронежилетик, и Олад. Готов поменяться. Поменяйся с соседом. Девчат, хотите мы вас прямо сейчас чуть-чуть повысим в модном рейтинге? Ну, давай. Давай нож сейчас разрежем на коленке. Как это лечить бомжа от хипстера? Они одинаковые. Ребята, они одинаковые. Сегодня интервью с бомжом. Итак, слушай, дорого стоит ли одеться модно? Тысяча три пойдет. Хватит. Интернет? Магазин? Распродажа. Распродажа. Смотри. Мама купила. Мама купила. Выкатил его и все. Нашим пять лет. Снял с бомжа. Украл. А? Сегодня в Кемерово вечер профессионального, реально большого бокса. Сегодня здесь, на этом ринге, за моей спиной состоится бой за звание чемпиона мира. Что особо приятно, наш земляк и новокузнечанец Миша Алаян будет сражаться за это звание. Он призер Олимпийский игр дважды. Одну медаль. Какие-то суки стопингового комитета хотят его отобрать. Но я думаю, что мы отстоим ее. Сегодня он наваляет никарагуанцу, вот, со службопроизносимым именем, у этого никарагуанца 30 с лишним профессиональных боев. У Миши первый, но мы докажем, что даже первый может быть мощнее, чем 30. Разумеется, на боксе множество мощных гостей, сравнение Юрия Армачакова. Это, пожалуй, самый прославленный наш сибирский кузбасский боксер. Первый бой очень важен. Зависит, как ты его проведешь. Так тебя будут оценивать и твои любители. Они уже будут настраиваться на тебя. Поэтому первый бой очень важен. Вот там, вот, за моей спиной, еще один прославленный наш чемпион. Это Григорий Дрозд, спортсмен, выступающий по тайскому боксу, кикбоксингу, боксу родом из Прокопьевска, Кемеровской области. Чемпион мира. В общем, сейчас мы попытаемся подойти к нему, пообщаться. Первый спортсменный бой, как бы, ну, это большое событие. Очень волнительно, очень важно. Я помню, как у меня внутренне, как устал, хотя за первые, там, 6 раундов, меня просто качало. Я думал, я не знаю, что я мешки с цементом грузил. Так было тяжело. Поэтому можно проиграть и можно выиграть. Конечно же, лучше выиграть. Поэтому это не конец света, проигрыш это не конец чего-то. Но это очень важно, это очень важно для твоего старта. Друзья, пока Миша Лояна еще нет, он готовится, считай, где-то разминается. Мы зашли в его кремерку и нашли вот эту крутую майку. Лоян Тим, Миша, мы с тобой! Короче, друзья, один раз работал я ринг-анонсером. Это вот тот чувак в центре ринга тоже кричал, вот как он. Это реально круто. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы нашли людей, которым интереснее всего сегодняшний бокс. Вот эти вот две девчоночки. Мало того, что сидят спиной к рингу, так еще и обсуждают чудо-левое. Дебют профессиональных боксеров обычно начинается с четырехранных поединков. И по мере нарастания они делают 4, 6, 8, 10 и так далее боевку. Я сразу начал с 10-рандового боя. И во время моего поединка, во-первых, это такой боксер из топ-15, скажем так, WBA остаться. Поэтому, когда сам бой идет, бывает некое сомнение, стоит ли бить этот удар или эту комбинацию или нет. И как он отреагирует это. Потому что растягивается на 10 рандов и не знаешь, когда он начнет форсировать или он будет так же умеренно вести бой. Поэтому тут приходилось немного гадать и рисковать. Ну, в принципе, мы рискнули, что вышли на такой поединок сразу. Ух, ну что, выпуск завершен. Пока вы смотрели, он наверняка в тепле. Я тут целый мерз. Рука отваливается. Вот, так что прощаюсь. Надеюсь, вам все понравилось. Если меня не заметет, что вполне может быть. Увидимся через неделю. Пока.